Малый транспорт класса Лангам. Длина — 75 метров. Корабль производился с 2283 года. Всего было выпущено 778 единиц. Экипаж — 4C-интаврянина. Продолжительность работы до перезаправки — 1 год. Маневренность класса Б. Маневрирование в атмосфере возможно. Искусственная гравитация имеется. Гиперпространственный привод — нет. Двигательная система. Два квантово-гравиметрических двигателя Паркида 7.5. Силовая установка. Один квантово-гравиметрический реактор. Рассмотрим подробнее вооружение и оборудование корабля. Две импульсных пушки в РАЭМ-16. Восемь легких ракет «Космос-Космос Марико» в военном варианте. Подвесной грузовой контейнер общим объемом в 630 кубометров. Лангам был разработан, пожалуй, в самые сложные для Центаврианской республики времена. На разработку и производство крупных транспортных кораблей не было ресурсов. Приходилось выкручиваться с тем, что имелось. Тогда, в 2283 году Центаврианская знать, тоскую по лучшим временам, старалась как-то выразить свое положение с достоинством. Ресурсов щеголять уже давно не было, но дипломатические и торговые отношения требовали выглядеть представительно. Поэтому возникла потребность в транспорте повышенного комфорта, но производимым посредством. Транспорт класса Лангам стал именно тем малым, достойным многофункциональным кораблем. Он использовался дипломатами, торговцами, знатью и многими другими Центаврианами для перевозки как пассажиров, так и грузов. Чтобы Лангам мог влетать в губки космических станций или крупных кораблей, вертикальные крылья складываются. Уменьшая тем самым высоту корабля. Помимо внутреннего грузового отсека Лангама мог прикрепляться грузовой контейнер на внешней подвеске общим объемом в 630 кубометров. Конечно, для серьезных грузоперевозок это был смешной объем, но для малой торговли частных предпринимателей вполне годился. Военным малый транспорт тоже пригодился в качестве разведчика, корабля поддержки или офицерского транспорта. Два импульсных пушки были достаточно мощными, чтобы создать угрозу корвету или даже фрегату. Да и пиратов в те времена можно было отпугнуть. Когда центавриане снова принялись за разработку крупных кораблей, они учитывали габариты Лангама при расчетах вместимости ангаров. Таким образом, в ангаре нового большого многофункционального корабля класса «Этара» нашлось место для двух малых транспортов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok